Здравствуйте! В эфире программа «Важное». Сегодня выпуски. Вандалы в Самаре. Кто ворует деревья с улиц города? Новый налог на квартиру. Как оспорить завышенный платеж? Безработные инвалиды. Почему их по-прежнему очень много? И кто наживался на трудоустройстве людей с ограниченными возможностями? Охотники за красотой. Самару атаковали вандалы. Они воруют туи, выкапывают цветы, нарушая ландшафтные композиции и уродуют достопримечательности. С другой стороны местный бизнес. Предприниматели завешивают здания огромными рекламными плакатами и большими вывесками. Не всегда с соблюдением всех норм и правил. Как идет борьба за внешний облик Самары, который в последнее время стремительно преображается готовить к Мундиалю, смотрите в нашем сюжете. Городской макияж. Власти Самары принимают все меры, чтобы региональная столица была благоустроенной. Например, ремонтируются фасады старинных домов. Однако оценить красоту бывает невозможно. На стенах тут же появляются огромные рекламные плакаты. Предприниматели вешают и где попало. Баннеры закрывают фасады, окна портят внешний вид зданий, а значит облик города. В чемпионат мира 2018 года мы должны привести в порядок город. И в соответствии с концепцией архитектурно-художественной города, подписанной губернатором, в связи с этой концепцией, в соответствии с ней, мы сейчас будем приводить город в надлежащее состояние. Рекламный патруль наблюдает за изменениями городской среды. В него входят и неравнодушные жители, а не только специалисты администрации города и внутригородских районов. Они помогают властям, сообщая о незаконной рекламе. Представители власти реагируют на каждую жалобу. Размер этого баннера явно не соответствует существующим нормативам. Сообщили о нем местные жители. На следующий день начальник отдела комитета по наружной рекламе Анатолий Швалев выходит в рекламный рейд. Девушка, добрый день. А заведующим можно? Оксан, Саня, позови. К вам пришла комиссия по наружной рекламе. Значит, у нас вопрос такой вот. Мы два щита видим снаружи, на ходе лава, с левой, да, и вверху висит. У вас есть разрешение к вам нащупать? Это никому не вопрос, я не имею права решать такие вопросы. У нас начальство пензии, вопросы только вы им можете задать. После этих слов заведующая собралась уходить, однако была остановлена. Мы к вам пришли, у вас нарушения есть, да? Сейчас вот возьмут, протокол составят на вас, и накажут. Я вам просто объясняю, что я не имею полномочий решать такие вопросы. В итоге девушка ушла звонить руководству. Звонила долго, никакие документы на баннер не принесла. Теперь фирме придет официальное письмо из администрации. А у собственников есть два пути – или убрать рекламу, или узаконить. Похожи ситуации с рекламными щитами. Местами они напоминают рекламные аллеи, захламляющие город. Однако сотрудники городадминистрации находят их очень быстро. Нарушители не успевают ничего заработать. Штраф для юрлиц за незаконный рекламный щит доходит до одного миллиона рублей. На сегодняшний день ордерочно где-то порядка 300 незаконных щитов, официально выявленных нами. Примерно половина из них на частных территориях. Поэтому достаточно большое количество, и с ними надо тоже как-то вести работу. Так, на этой неделе комитет по наружной рекламе Департамента городского хозяйства и экологии выявил 8 незаконных конструкций на четырех территориях на улице Дыбенко. В основном на автостоянках, размещенных по договорам аренды. Первостепенная задача – определить собственников каждой территории, у которых можно заручиться данными о владельце того или иного щита. Специалисты комитета выписывают предписание о необходимости демонтажа конструкции, с чем владельцы чаще всего соглашаются, ведь стоимость одного щита может превышать 50 тысяч рублей. В свою очередь полицейские, совместно с которыми организовывают такие рейды, составляют протокол об административном правонарушении. Затем протоколы направляются в суд. Если арендатора владельца щита установить не удается, ответственность несет арендодатель. Обычно, говорят специалисты, собственники рекламных конструкций не идут на открытый конфликт и подчиняются правилам размещения рекламы. Особенно активная работа по наведению порядка идет сейчас по гостевым маршрутам. По поручению главы Самары Олега Фурсова, региональную столицу должны избавить от засилия самовольных рекламных конструкций. Еще одна проблема – испорченные рисунками и надписями граффити фасады. Она особенно актуальна для управляющих организаций, ведь именно им приходится закрашивать на стену роспись, тщательно подбирая колер, чтобы он соответствовал цвету фасада. Только муниципальная управляющая компания «Жилсервис», обслуживающая около 1300 домов, в этом году закрасила настенные надписи по 459 адресам. Почти четверть случаев, когда граффити нарушители нанесли повторно. Размеры художеств доходят до 3 квадратных метров, при этом они нередко появляются в трудодоступных местах, например, на верхних этажах. Немал хлопот доставляет и самовольная расклейка объявлений, и это при том, что в Самаре порядка 500 информационных стендов для частных лиц, где можно разместить свои предложения абсолютно бесплатно. Для коммерсантов же другие условия. Коммерческая информация должна размещаться исключительно на рекламных конструкциях на платной основе. Необходимо отметить, что очистка фасадов, стен, заборов, остановочных павильонов и столбов опоры освещения от незаконной рекламы требует серьезных затрат времени и ресурсов. Эта работа ложится на плечи сотрудников городской службы благоустройства и управляющих компаний. То есть, в конечном счете, оплачиваем ее мы с вами, горожане. Мэрии и районные власти все больше внимания уделяют этой проблеме. Застегнутых за расклеиванием бумажного спама ждут штрафы. Помогает полиция, поясняют в административных комиссиях районов. Впоследствии на расклещиков составляются протоколы за административные правонарушения. Физическим лицам грозит взыскание до 2000 рублей, должностным – до 8 тысяч, фирмам и индивидуальным предпринимателям – до 300 тысяч. Но портит вид города не только это. Промышляющие кражами земляки не дремлют, пока сознательные граждане стараются внести свою леппу в красоту родного города. Рояль в кустах, а точнее в туих и цветах, появился в Красноглинском районе Самары в мае этого года. Работа над композицией шла 4 месяца при непосредственном содействии инвестора, местного предпринимателя Эдуарда Галстяна. Активная часть инвесторов в озеленении и благоустройстве, многие из которых с пониманием отнеслись к задачам, поставленным главой Самары, «Примета нового времени». Пошла такая мощная ситуация, что мы все озеленение. Один из позиций, я взял вот эту позицию, которую рисовал роял. Это идея сына была. Рояль в туих пользовался огромной популярностью у жителей района. Здесь часто фотографировались, назначали свидания. А через два месяца инструмент остался в одиночестве. Кто-то выкопал 9 туих за пару ночей. Ну, я не знаю, кто это сделал, для чего это сделал. Потому что, в принципе, все, что делается, делается во благо всех жителей нашего района, города. И просто люди украли, честно говоря, у себя. Воровали не только туи. Выкапывали и цветы. Вандалы работали ночью, без свидетелей. Либо орудуют сами дачники, либо нечистые на руку озеленители. Местные жители, которые старательно участвовали в благоустройстве территории, озвучивают свои версии. Это какие-то ландшафтники, кто вот у крутых оформляет дачи, коттеджи. Они планомерно у нас выкапывают. Сейчас рояль накрыли пленкой, чтобы снег и лед не испортил. По словам местных жителей, сдаваться они не собираются и продолжат украшать свой район. В следующем году у рояля появится сосед. Может, саксофон, а может, кораблик. Красногленцы пока думают, а заодно решают, как обеспечить охрану. Этим же вопросом озадачились и после инцидента на благоустроенной разделительной полосе Южного шоссе. Там тоже выкопали две туй, нарушив ландшафтный ансамбль. Причем стащили туй средь бела дня на глазах многочисленных автомобилистов. Но никто из свидетелей даже не попытался остановить неизвестных злоумышленников. Власти города выделили деньги на посадку новых. А эти средства могли бы пойти на озеленение и другой территории. Напомним, на разделительной полосе Южного шоссе длиной более километра всего было высажено около 6 тысяч деревьев. Были 6 тысяч кустарников. Устроен газон площадью свыше 35 тысяч квадратов. Пока население города не все достигло того уровня, что все-таки это сделано для людей. Должно радовать глаз, а не расти где-то на даче и радоваться, что вот улак лиза бесплатно тут. Но пропадают в городе не только деревья и цветы. Интересуются вандалы и другим имуществом. Например, фонтанами на улице Старозагора. Так фонтан у здания бывшего кинотеатра Шибко отремонтировали недавно в рамках благоустройства бульвара, приурочив работы к полувековому юбилею улицы и 140-летию русско-болгарской дружбы. Чаши фонтана воспроизвели красивую мозаику, полностью заменили систему подачи воды. Оказалось, детали труб, краны очень ценятся приемщиками цветного металла, поэтому предприимчивые самарцы их начали быстро скручивать. А мозаику стали портить подростки. Когда сезон фонтанов завершился и воду спустили, ребята стали кататься в чаше на роликах и скейтбордах. Сейчас фонтан обшили деревянными досками. Так лучше сохраниться до следующего сезона. Проблема заключается в том, что дети гуляют и лазают по ним. И большая вероятность того, что он быстро сломается. Потому что вот сейчас вот закрыли настилом деревянным, да, а до этого металлические вот эти соски, с которых вода льется, дети, прям по ним ногами. Ну, я понимаю, что они для этого не предназначены. Хотя я вот лично своего ребенка стараюсь не пускать. Но вот пока они закрыли деревяшками, вот я своего ребенка туда не разрешала лазить. Именно вот с этой целью, потому что жалко вроде все новое, красивое, чтобы не сломать. Маленьких детей ставят, и они бегают, и скатываются. И это я, конечно, вот возмущаюсь. Только сделали такую красоту, и на тебе, пожалуйста. Дети без конца. Ну, сейчас-то вот оградили, может быть, сбережется как-то. А так вообще, конечно, безобразие. Сейчас улицу Старозагора регулярно патрулируют активисты ТОС «Шибко», полицейские и дружинники. Но каждому дому стража порядка не поставишь. Поэтому власти призывают всех самарцев беречь мегаполис и помочь остановить тех, кого не заботит красота родного города. Информировать о фактах краша растений, несанкционированных свалках, актах вандализма и в целом о нарушениях в сфере благоустройства. Чемпионат 2018 – это забота не только властей, а, конечно, всех жителей. Мы хозяева, мы принимаем гостей. И заинтересованы в том, чтобы все прошло на высшем уровне, и мы показали Самару только с лучшей стороны. Хотим работать. В Самарской области почти 50 тысяч трудоспособных людей с ограниченными возможностями остаются незанятыми. Самые уязвимые члены нашего общества выпадают из социума. Работодатели не спешат принимать их на работу. Причина – стереотипы и отмененные налоговые льготы. Как власти региона борются и с тем, и с другим – смотрите прямо сейчас. Все под рукой. В Самаре открылся консультационный пункт центра занятости в Главном бюро медико-социальной экспертизы. Теперь инвалиды смогут оформить здесь не только пособие и справки, но и найти работу. Этот пункт отличается тем, что люди, придя и получив индивидуальную программу реабилитации, им не нужно ехать в центры занятости. Вот это самое главное, что они здесь это все получат. И, конечно же, мы вот эту технологию хотим распространить по всей области, чтобы людям было удобнее. И им не надо искать вакансии. Во-первых, очень многие получили, опускают руки, а здесь их, будем так говорить, подхватывают и говорят о том, что трудиться могут все. Вопрос только в желании. Сегодня в базе 900 вакансий для людей с ограниченными возможностями. С мая число вакансий выросло втрое. Но трудоустройство начинается с работы с психологом. В консультационном пункте трудятся 8 таких специалистов. Нужно провести профориентацию. То есть зачастую не всегда инвалид готов работать. И с ним нужно обязательно индивидуально проработать, его подготовиться на какое-то рабочее место. То есть мы подходим к каждому индивидуально. Либо обучается, либо он сразу трудоустраивается. Оператор Сергей слушал вас. На какое число интересует машина? Это колл-центр социального такси. Открылся несколько месяцев назад. Находится на втором этаже дома ветеранов на проспекте Кирова в Самаре. Звонки здесь принимают люди с нарушением опорно-двигательного аппарата. В колл-центре созданы все условия для комфортной работы инвалидов. В штате 6 человек. Смены длятся по 3 часа. Сотрудники колл-центра живут в этом же доме. Я выбирал ту работу, которая меня полностью устраивала, чтобы я приходил и радовался своей работе, чтобы меня все устраивало. Я нашел то, что искал на самом деле здесь, в колл-центре социального такси. Ярослав искал работу больше года. В консультационном пункте обещает, трудоустройство каждого обратившегося теперь займет не больше пяти с половиной месяцев. Всего в Самарской области 74 тысячи инвалидов трудоспособного возраста. Из них работают 35%. Это второй показатель по Приволжскому федеральному округу и 12-й по России. В кризис регион продолжает сохранять набранные темпы работы. Мы давали деньги на создание рабочих мест. В прошлом году мы возмещали затраты по созданию инфраструктуры, то есть это пандусы. В прошлом году мы возмещали затраты на зарплату работодателям, вот инвалидам, потому что мы понимали, что в кризисное время инвалид – это та категория людей, которые сильнее подвержены колебаниям рынка труда и, конечно же, от них пытаются освободиться в первую очередь. Большинство работодателей все же неохотно берут на работу инвалидов. Считают от них одни проблемы. Частый больничный, особый график, сложности адаптации инвалидов в трудовых коллективах. Новый консультационный пункт призван сломать эти стереотипы. Я в восторге от того, что у нас в центре занятости населения города Самары появился отдельный специалист, который будет работать исключительно с искателями с инвалидностью. Это, знаете, это прямая дорога к организации работы по системе коучинга, то есть сопровождающего трудоустройство. Это первый шаг, но это самый важный шаг. Дальше нужно подтянуть еще специалистов, психологов, допустим, соцработников, которые будут работать, представители общественных организаций, которые смогут работать с этим соискателем с инвалидностью, и тогда будет гораздо проще. То есть человека с инвалидностью берет, к примеру, службу занятости и начинает вести от момента поиска работодателя, который его возьмет, до момента вхождения в коллектив, который его примут, и адаптация его в коллективе, сопровождение в коллективе, и только после этого можно его отпустить. И тогда процесс будет эффективный и надолго. Бывает, работодатель не против взять инвалиды-колясочника. Однако часто у компаний нет денег на обустройство рабочего места. Бюджет области хоть и компенсирует затраты, но иногда этих денег недостаточно. Была бы неплохая инициатива, если бы работодателям были определенные налоговые льготы. И вот когда вот такая инициатива будет рассмотрена Думой, я думаю, это федеральный уровень, Государственная Дума, Совет Федерации, тогда работодатели будут с удовольствием брать инвалидов, и я думаю, что мы их трудоустроим гораздо больше. Подобные налоговые льготы есть во всех развитых странах. В России они тоже действовали, но ими стали пользоваться мошенники. К сожалению, в 2002 году льготы отменили. Правда, в итоге пострадали все трудоспособные инвалиды. Появилось очень много, ну так скажем, дельцов от организации инвалидов, которые под эгидой приема на работу инвалидов трудоустроили трудовые книжки, получали колоссальные льготы. О возвращении льгот сейчас заговорили снова, но пока, по словам Евгения Печорских, никаких решений не принято. Это компетенция Государственной Думы России. Законопроект сейчас рассматривается. Будем надеяться, в ближайшее время депутаты его примут. И тогда искать работу людям с ограниченными возможностями станет значительно легче. В целом в Самарской области много делается для того, чтобы инвалидам жилось комфортнее. Во всем мире это признак цивилизованности общества, его гуманности и высокого развития. И работать в этом направлении власти региона намерены все активнее. Считаем деньги. С прошлого года налог на имущество стали считать по-новому. В результате у большого числа граждан платеж за квартиру значительно вырос. Ряд экспертов уверены, нужно искать новую формулу расчета. Но решение пока не принято. А срок уплаты налога стекает через несколько дней, 1 декабря. Насколько выросли налоговые платежи и в каких случаях их можно уменьшить, выясняла наша программа. Раньше налог на жилье рассчитывался от инвентаризационной стоимости, но она проводилась еще в 60-х годах прошлого века. С тех пор цены на квартиры значительно выросли, и инвентаризационная стоимость оказалась сильно ниже рыночной. А сейчас расчет идет от кадастровой стоимости, которая, по мнению чиновников, должна быть близка к реальной. Как за рубежом. На деле вышло по-другому. Нередко кадастровая оценка получилась значительно выше рыночной. Граждане, которые получили налоговые уведомления в этом году, в 2016, для уплаты налога за 2015 год, многие из них были сильно удивлены той оценкой кадастровой, которая в этих декларациях содержится. Могу сказать, что по опыту нашей компании действительно достаточно часто возникает ситуация, когда кадастровая стоимость отличается от рыночной и является завышенной. Александра Георгиева несколько лет назад получила квартиру по наследству. Все эти годы платила небольшой налог. Сумма нового платежа равна половине пенсии, которую получает собственница. Я получила квитанцию, в которой значится очень большая сумма на налог на имущество за мою квартиру. Я с такой большой стоимость налога возмущена, потому что моя квартира не так дорого стоит, чтобы такие налоги с меня брать. Я пенсионер, и пенсия у меня небольшая. Теперь Александра Георгиева оспаривает кадастровую стоимость. Правда, услуга эта не дешевая – от 30 тысяч рублей. По словам экспертов, причина ошибок в оценке кадастровой стоимости – непрофессионализм оценщиков. Зачастую при выборе оценщика для проведения государственных кадастровых работ госзаказчик в качестве критерия отбора поставляет критерии цены. И поэтому выигрывают такие контракты и тендеры компании, которые предлагают наименьшую цену. Я придерживаюсь той точки зрения, что не всегда то, что дешево – это хорошо. Часто оценщики учитывали только один критерий – расстояние от центра города. Чем ближе дом к окраине, тем дешевле кадастровая стоимость. То, что в центре могут стоять убогие бараки, оценщиков почему-то не смущало. Доходило до абсурдных ситуаций. Рядом стоят два дома. Один – это дом последних лет постройки, другой – дом 60-х годов постройки. Квартира с одинакомыми площадями и кадастровая стоимость в новом доме, в котором рыночная стоимость дороже, ниже в старом доме, кадастровая стоимость выше. Разница, насколько я помню, в полтора миллиона была в пользу именно старого жилья. Специалисты прогнозируют, число людей, которые захотят оспорить кадастровую оценку, будет расти. А пока у граждан только один путь – сами им оспорить завышенную кадастровую стоимость своего жилья. Как это сделать? Получите в Федеральной кадастровой палате справку о кадастровой стоимости недвижимости и кадастровый паспорт. Закажите оценку вашего объекта у оценщика – члена профессиональной саморегулируемой организации. Также нужно получить положительное заключение саморегулируемой организации о законности оценки. Если кадастровая стоимость оказалась на треть выше рыночной, стоит попытаться ее оспорить. С этим пакетом документов вы можете обратиться в суд или Росреестр. В Росреестре оспаривать быстрее и дешевле. Если же там не получится, то остается один вариант – идти в суд. В эфире была программа «Важная». Всего вам доброго и до скорой встречи!